Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня очень короткое клиническое видео, но посвящено двум аспектам. Первое – это пространство, занимаемое клампом, и пространство для расположения кольца для прижатия матрицы между двух зубов. А второе – это уровень установки клампа относительно экватора зуба. Вот здесь у нас сейчас установлен кофердам, платок санктуари-медиум, для того, чтобы выполнить установку пломбы второго класса в межзубом промежутке. Актуальная высота клинической коронки зуба вот такая. Платок поставлен вот по верхней трети, чуть-чуть ниже на миллиметр экватора, для того, чтобы не беспокоить пациента и не выполнять нёбную анестезию, инфильтрационную с нёбной стороны мы сделали инфильтрационную анестезию только в области вестибулярной стороны и отодвинули браншу клампа с нёбной стороны чуть-чуть повыше, чтобы не беспокоить при этом пациента. Мы выбрали кламп, сейчас и соедините с кольцом. Выбрали кламп W2 от компании ТорВМ, для того, чтобы у нас была возможность поставить в этот промежуток ещё колечко. В данном видео мы покажем значение пространства, занимаемое крылышками клампа. Якорного клампа в данном случае это W2 от компании ТорВМ, удерживающего платок Санктуарий Медиум, на зубе номер 14. Бескрылый клампик позволяет нам очень хорошо, спокойно расположить колечко для прижатия матрицы вдоль поверхности дистальной зуба номер 14. Один из вариантов её постановки. И немножечко выше, второй вариант. Если бы у клампы были крылышки, это бы очень сильно мешало поставить кольцо вот таким образом. В конечном итоге матрица с её взаимодействием с кольцом была поставлена вот таким образом. Естественно, что в области десны мы поставили клинышек, плотно фиксирующий матрицу к зубу. И сейчас мы аккуратненько это всё демонтируем, чтобы посмотреть, что из этого всего получилось. Посмотрим, что так можно сделать. Вот, хорошо. Продолжение следует...